Всем привет! Вы на канале Семен Чемоданов, меня зовут Славян, и сегодня в данном выпуске мы отправимся с вами, пожалуй, в самое шикарное место в России – Красная Поляна. Мы прожили на поляне целых 4 месяца, это был шикарный период нашей жизни. Сам поселок заслуживает бесконечные рассказы, но сегодня не про него, а про дорогу к нему, точнее про то, что можно посмотреть по пути в поселок Красная Поляна. Ребята, мы достаточно долгое время прожили в Сочи, посетили просто максимум всего, что здесь можно посетить и написали свой авторский гайд. Цена этого гайда всего лишь 490. Приобретайте, изучайте и путешествуйте по Сочи с удовольствием. Там есть все, начиная от Лазаревского района до самой Красной Поляны. Чтобы приобрести, напишите либо мне в директ, либо Настеньке в директ, в инстаграм. Приобретайте, изучайте и путешествуйте. Продолжаем. Дорога от берега порядка 40 километров. Перед Олимпиадой открыли новую дорогу в Скоростной шоссе. Буквально через 10 километров открываются прекрасные виды, начинаешь ехать в ущелье. Первое, куда стоит заглянуть по пути, это Скайпарк. Находится он в горах, на высоте 300 метров. Здесь много всего, но славится это место подвесным мостом и прыжками с этого моста. Прыгнуть в пропасть и вынырнуть другим человеком. 7 секунд свободного падения. Драйв и адреналин. Все это Банги 207. Самым высоким банжи в России. Попробовав этот уникальный аттракцион, невероятно сильные эмоции вам гарантированы. Следующего пути, куда стоит заглянуть, это форелевое хозяйство. Форелевое хозяйство в Англии находится в селе Казачий Брод на берегу реки Мзымда. Всего на территории хозяйства расположено 111 небольших прудов. Ширина 10 метров, длина 100 метров, глубина 1,5 метра. Здесь можно взять экскурсию, все вам покажут и расскажут. Также за отдельную плату можно купить корм для рыб и покормить огромных осетов. А возле хозяйства есть магазин, где можно купить все, что выращивают здесь. Здесь также находятся еще три красивых места. Первое это Ахштырское ущелье, подвесной мост через реку Мзынта и Зыхринское ущелье. Здесь можно просто прогуляться и насладиться великолепной природой, сходить в поход до Зыхринского ущелья. В Ахштырском ущелье можно покушать в ресторане, а также арендовать беседку для самостоятельной готовки еды. Здесь можно прийти и снять беседочки. Ну а если хватит смелости, то можете покорить Ахштырскую пещеру. А далее мы заезжаем на парковку и отправляемся на интереснейший водопад, который называется Красный Яр. В народе он называется Пасть Дракона. Водопад Голубой Яр или Пасть Дракона пользуется популярностью круглый год. Однако лучше приходить сюда ранней весной. В это время года талые воды с избытком наполняют реку, и водопад превращается в мощнейший поток воды. У подножия вода разлетается многочисленными брызгами, насыщая воздух влагой. Особенно красиво здесь безоблачные летние дни, когда подсвеченными лучами солнца струи водопада блестят и переливаются всеми цветами радуги. Следующее, что есть по пути, это поселок Кепша. Сам поселок нам не нужен. Здесь можно оставить свою машину и отправиться в самый экстремальный, пожалуй, даже смертельный маршрут. Ходить сюда я не рекомендую, так как это опасно для жизни. Это старая Краснополянская дорога, которую закрыли. Еще в народе ее называют Господи Пронесе. Дорога очень живописная и местами проходит практически по краю пропасти. Я здесь ходил и скажу здесь действительно очень страшно. Сверху постоянно падают камни. Даже если маленький камень упадет на голову, то все. В 2005 году из-за соображений безопасности и возросшего автомобильного трафика скальный участок был закрыт. А далее на пути вам встретится очень красивый мост. Вантовый мост. Белый красавец. Здесь частенько останавливаются люди и делают шикарные фотографии. Перед самим заездом в поселок Красная Поляна есть еле заметный съезд. Тут находится водопад Девичьи Слезы. Лучше сюда приезжать конечно по весне, когда водопад полноводный, в конце лета его вообще нет. Кстати, дорога до него и после него очень живописная, но тоже опасная. Это вроде как часть старой дороги, о которой я рассказал вам чуть повыше. Вот такая вот прекрасная дорога, ребятки, ведет на Красную Поляну. Если вам зашел выпуск, напишите комментарий и подкрепите выпуск лайком. Ну а я с вами прощаюсь. Увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok